Стало понятно, что Грузия буквально импортирует из России автократию. Это и гонение на оппозицию, и гонение на оппозиционно-политические партии, гонение на НКО. Зачем сейчас мы разговариваем о будущем? Ощущение, что ты находишься в руках государства, в руках власти. Она может сделать с тобой все, что угодно. Может отнять собственность, может послать на Соловки или куда подальше. Может расстрелять, может забрать в армию, как это происходит сейчас. Это было всего лишь открытое окно. То есть это был воздух, который, наверное, просто проветрил душную комнату. Но потом, когда закрыли окно, ничего не поменялось. Это стресс не только для Европы. Это стресс и для США, и для вообще всего развитого мира. Торговля с Китаем, она не соизмерима по масштабам с торговлей с Россией. А если представить, что отношения с Китаем зашли в такой же тупик, это действительно для мировой экономики кошмар. Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Саперы Ауде. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. В России надо жить долго, особенно когда тебя вынуждают ее покинуть. Могут ли ученые и интеллектуалы помочь остановить войну? Об этом поговорим с экономическим обозревателем, журналистом Борисом Грозовским. Боря, большое спасибо, что ты пришел на разговор. Спасибо, что позвали. И уж, коль скоро мы с тобой встретились на родине Мираба Мабардашвили, я хотела бы начать разговор с тобой в твоей постесе философа. И спросить, скажи, зачем сейчас мы разговариваем о будущем, когда идет война? Нужно ли это сейчас делать? Я не знаю, нужно ли это сейчас делать. Мы делаем это, потому что мы считаем себя обязанными, считаем себя должными, считаем себя вправе это делать. Я не думаю, что от этого будет какая-то практическая польза. Я не думаю, что какие-то скетчи, какие-то планы реформ, которые сейчас рисуются, будут иметь большое практическое значение. Но, во-первых, мы просто не можем остановиться. Мы занимались этим до войны, и мы продолжаем делать это сейчас. Видимо, просто у нас такая функция – думать о том, как улучшить социальное устройство. Я думаю, что это имеет смысл делать всегда. Невозможно вообразить себе такое хорошее состояние, которое невозможно еще улучшить, и наоборот, такое совсем ужасное состояние, в котором даже думать уже нет смысла. Ты видишь, как пересобираются проекты? То есть те интеллектуальные площадки, те дискуссионные площадки, которые были в России, мы видим, что все закрывается официально, и Сахаровский центр был одним из последних, кто держался, но его постигла эта участь. Как пересобираются эти проекты? Ведь мысль невозможно закончить, она будет длиться. Как это происходит сейчас? Площадки действительно пересобираются. Мне кажется, что в этом огромную роль играют наши иностранные партнеры – немецкие фонды, американские, британские и так далее. А при помощи этого партнерства у ученых, у аналитиков, у организаций неправительственного сектора – это, кстати, такая ремарка, почему-то в России этот сектор называется некоммерческим, на самом деле он неправительственный, а не некоммерческий. То есть тут главное не отсутствие стремления к прибыли, а отсутствие связи с государством, отсутствие связи с исполнительной властью. И поскольку гигантская доля этих людей с начала войны уехала, они просто действительно пересобирают, образуются новые команды, возникают взаимодействия с предпринимающими странами, это видно и по Германии, и по Грузии, и по массе других стран. Возникают новые коллаборации, и отчасти оживляются старые, потому что то, что мы пытались сделать в течение 2010-х годов и начала 20-х, процесс, который оборван был войной, сейчас он продолжается, и, мне кажется, он становится более актуальным. Как ты считаешь, меняется оптика, когда ты пересекаешь границу? Насколько по-другому сейчас мы можем смотреть на то, над чем работали внутри России? Ну, сейчас, во-первых, видно, насколько лучше видно, насколько сильно мы отличаемся от «normal countries», от стран, которым удалось разумным образом организовать свое экономическое, политическое, социальное устройство. Мне кажется, на расстоянии лучше видны и психологические проблемы, и социальные. Лучше видно, насколько выморочным является такое устройство, при котором власть берет на себя функции определять, что можно говорить, что нельзя, чем можно заниматься, чем нельзя, как это нужно делать и так далее. Что, на твой взгляд, неправильно делали? Не пытались найти язык или в чем-то в другом проблеме? Мне кажется, мы смогли найти выход только какой-то узкой части аудитории. Наверное, она ограничивается 15-20% взрослого населения. Вряд ли больше. Это если судить по аудитории независимых медиа, по читателям важнейших книжек, которые в России выходят, важнейших ТВ-шоу и так далее. Почему это не получилось – сложный очень вопрос. Где-то не хватает языка, где-то слишком велик разрыв между тем, к чему люди привыкли, образ жизни, ценности, на которые ориентируются. Этот раскол традиционно является такой болезнью для России. Он велик был и в XIX веке, и в XX, и мы перенесли его за собой. Наверное, во многом это недостатки школьного образования, которое на базовом уровне закладывает способности людей к критическому мышлению, к этическому анализу и так далее. Когда изначально все делается неправильно, потом трудно до людей достучаться. – Это такой колосс на глиняных ногах получился. Не хватило фундаментальных каких-то вещей. В чем разница с «нормал кантри»? Где ты сейчас видишь этот разрыв фундаментальный? – Главный разрыв, мне кажется, в уровне солидарности людей друг к другу, в уровне межличностного доверия. Оно измеряется разными способами. И как доверие к абстрактному незнакомому человеку, который является гражданином той же страны, что и я, жителем того же региона и так далее. И через участие во всевозможных группах, ассоциациях, клубах, товариществах и так далее. Оба эти показателя. Плюс еще альтруизм, готовность помогать другим. У нас значительно ниже. – Как тебе кажется, какой процент здесь, то, что называется условно менталитетом, но я больше хотела бы называть это культурным, историческим опытом, и действием пропаганды, которая все-таки много-много десятков лет давила на общество? – Мне кажется, это как сообщающиеся сосуды, потому что этот самый культурно-исторический опыт, он формируется тем, как была на протяжении многих десятилетий или даже столетий устроена взаимодействие между властью и обществом, устроено взаимодействие между людьми друг с другом. Если на протяжении всех семидесяти лет существования СССР люди не могли свободно выражать свои мысли, шепотом на кухне разговаривали про важные для них социально-политические сюжеты. Условно говоря, мои бабушка и дедушка, жившие в коммунальной квартире, совершенно не без оснований могли опасаться доноса от людей, живущих в соседней комнате. Это была коммунальная квартира на три или четыре семьи. Полное отсутствие частного пространства и ощущение, что ты находишься в руках государства, в руках власти. Она может сделать с тобой все, что угодно. Может отнять собственность, может послать на Соловки или куда подальше, может расстрелять, может забрать в армию, как это происходит сейчас. Конечно, это формируется опытом, это впитывается. Очевидно, это связано и с советским опытом, и со столетиями самодержавия, когда тоже человек себе не принадлежал, даже у дворянства какие-то права появились только в XVIII веке. В общем, бесправие и опыт произвола, который переходил, переходил, переходил. Я не думаю, что это менталитет, но изменить те традиции, привычки, навыки, которые сформировались просто для того, чтобы человек в этих условиях мог выжить. А выжить, значит приспосабливаться, мимикрировать, подлаживаться под то, что государство считает правильным, избегать того, что оно считает неправильным. Человек вообще существо, которое отвлекается на стимулы и негативные, и позитивные. Соответственно, это приспособление шло все время полным ходом. На это уйдет очень много времени. Мы много изучали полдепенденс, но тем не менее, мне кажется, шокирующе быстро вот эти все паттерны, все вот эти схемы восстановились. Ты говоришь про доносы, про давление. То есть это же поразительно, насколько это моментально стало заново работать, как будто бы и не было 30 лет переосмысления вот этого советского прошлого. Чего не хватило здесь? Теперь я понимаю, что этих 30 лет в каком-то смысле и вообще не было. То есть то, что происходит сейчас, эти 30 лет буквально перечеркнуло таким жирным крестом, потому что мы ощущали, ну не 30, а хотя бы первые 10 лет, как относительно свободные, только потому что нам многое закрывали глаза. Закрывали глаза на роли России в конфликтах в союзных республиках. Это и Карабах, и Приднестровье, и Абхазия совершенно позорная, позорнейшая роль. Дальше две чеченские войны. То есть это насилие, оно никуда не ушло, оно просто было локализовано. И мы существовали достаточно свободно в своем мире. Кто-то говорит, что это мир двух столиц – Москва, Петербург, плюс несколько крупных городов. Кто-то говорит, что это вообще, так сказать, мир внутри Садового кольца. не замечая того, что в то же самое время те же самые люди буквально на большом постсоветском пространстве сеют ложь, пропаганду, убийство и так далее. А дальше силия, ну и так далее. Кстати, да, ведь сейчас принято сравнивать войну в Украине с конвенциональной войной Второй мировой, но на самом деле была Чечня. И, собственно, все, что сейчас происходит по уровню жестокости, это все же было в Чечне. Но, как ты правильно сказала, это все как бы вот почему-то нивелировался тот опыт. То есть может быть за счет того, что в 90-е мы получили очень-очень много какой-то новой информации, и она была такой вот как бы сублимацией, как будто что-то происходит. Но на самом деле это было всего лишь открытое окно. То есть это был воздух, который, наверное, просто проветрил душную комнату, но потом, когда закрыли окно, ничего не поменялось. Я думаю, что да, ровно так. Схожесть методов, которыми ведется сейчас война в Украине и чеченских войн, очень хорошо показал Александр Черкасов из «Мемориала» и товарищи соавторы, которые выпустили прекрасный большой доклад на эту тему относительно недавно. Вот. А мы действительно могли этого не замечать, как и не замечать многих других важных вещей. Например, того, что один из двух стержень советской системы, собственно, спецслужбы, да, наряду с коммунистической идеологией, не менее важный стержень, никуда не девался. Люди, которые в середине 90-х указывали на то, что это так, казались, ну и чуть позже, во второй половине 90-х, казались маргиналами, казались какими-то людьми, неоправданно сфокусированными на том, что важно было раньше, а сейчас уже нет, мы куда-то ушли. Вот у нас, не знаю, Норильский никель вышел на биржу, а вот у нас частные компании, частные издательства, частные клубы. Музыкальное телевидение, то есть это тоже все было такими… Да, казалось, что это уже не важно, а оказалось, что нет. Вот как раз они смотрели в правильную точку и видели, что ничего не произошло на самом деле. Про то, где мы были 30 лет, сейчас у нас в оптике Украина, и мы видим, насколько разнятся общества украинское и российское. И, как мне кажется, одной из важных, отличительных черт – это то, что в Украине в эти 30 лет была проведена работа с исторической памятью. И, в частности, ты упомянул мемориал, собственно, были открыты архивы, и поэтому было переосмысление того прошлого советского, которое было. Как тебе кажется, насколько здесь велика роль этой работы? Архивное знание, безусловно, очень важно. Как вообще работа с исторической памятью, работа с преступлениями, которые совершились в прошлом и характеризовались системной безнаказанностью, то есть поощрялись с государством и, в принципе, не могли быть тогда ни расследованы, ни наказаны, не могло быть компенсации жертвам преступлений и возмездия преступникам. Но я думаю, что главное, что обеспечило разный уровень солидарности, вообще разный уровень социальной зрелости, так сказать, украинского общества и российского, это все-таки национальное самосознание. Им было отчего отстраиваться. Украина постепенно, очень постепенно, очень болезненно за эти постсоветские годы вырастала как национальное государство. Отчасти и вот эта точка, в которой поправы русские пропагандисты, она вырастала как анти-Россия, собственно, на контрасте с этим образом большого северного соседа, от которого она культурно, поведенчески и так далее отделяется. И ей было отчего отстраиваться. В России национальное государство не сформировалось до сих пор. Россия – это империя, а не национальное государство. Различия между этносами, между приверженцами разных религий, разных идеологий и так далее безумно велики. Вот этот цементирующий клей, он как бы не сложился еще. Я думаю, что это дальше будет очень болезненно все развиваться. Но ведь Россия и не может выстраиваться как национальное государство, потому что Россия – это много национальных государств. То есть здесь проблема в том, что путь, наверное, федерализации. Или как тебе кажется, от чего, где может быть опорно, если мы говорим про какое-то обозримое будущее, где может быть вот эта вот точка, от которой может отталкиваться? Где свести эту историю? Есть хорошие сценарии, есть плохие, есть этнический национализм, есть гражданские, как в США, попытки выстроить из россиян гражданскую нацию. Они предпринимались и в 90-х годах при Ельцине. Успешными они не были. Сейчас совершенно непонятно, к чему приведет война и все последующие события. Мы видим, что регионы очень сильно отличаются и по уровню благосостояния, и по тому, насколько активно власть привлекает, мобилизует жителей разных регионов к участию в этой войне. Поэтому совершенно не исключено, что на противоходе, на противодействии вот этому движению будет формироваться национальное самосознание в республиках. Та работа, которую вел Мемориал, например, та работа, которую вел Сахаровский центр, насколько она важна будет в будущем? То есть сейчас важно это все не растерять, потому что ведь это тоже огромная-огромная часть переосмысленной истории. Как с этим можно будет работать? Ну, и Мемориал, и Сахаровский центр в новых своих ипостасях пытаются продолжать, как и Школа гражданского просвещения. Мне кажется, что размышления о прошлом, об ошибках и о преступлениях, совершенных в прошлом, для всех этих организаций логически переросло в сопротивление как бы репликам того же самого, которые совершаются в настоящем. Мемориал вполне логично перешел от памяти о прошлых преступлениях к правозащите против похожих преступлений, которые совершаются в настоящем. Поэтому и правозащита, и документирование преступлений, конечно, это очень важно. Совершенно невозможно построить систему, в которой будет верховенство права, если прошлые преступления не наказаны. А сейчас мы имеем дело с большим количеством преступлений, которые, в принципе, не могут быть при текущем политическом режиме расследованы, начиная с самого факта узурпации власти. Мы в школе много говорили о глобальной гражданственности. Вот это понятие, эта структура, каково ее будущее сейчас? Мы вообще можем где-то теперь говорить про глобальную гражданственность? Ведь потому что война нынешняя, она повлияла на весь мир. Мы видим, что это не только конфликт двух стран, это такие вот круги по воде, которые коснулись всех. Как это теперь будет отстраиваться? Очень проблемное будущее. С одной стороны, с одной стороны, война в Украине, конечно, повлияла на то, что множество стран сплотилось для большого количества людей. Еще год назад было трудно предположить, что они согласятся и претерпевать экономические лишения в виде роста цен, в виде того, чтобы мириться с наполнением беженцев, помогать им, обустраивать и так далее. Советарность гигантская. Насколько ее хватит, совершенно сложно сказать. Кстати, я думаю, что основная функция, которую российские неправительственные организации, российские ученые, фэнк-тэнки и так далее, сейчас делают, находясь за рубежом, это не что-то там такое понять про будущее, про то, как реорганизовать Россию и так далее, а про то, чтобы служить набатом для правительств тех стран, которые помогают Украине, и для тех обществ, которые помогают Украине. Постоянно говорить о том, что нельзя останавливаться, что борьба происходит буквально там, что борьба происходит буквально на линии фронта, что разговоры про то, что мы можем помогать Украине еще 3-4 месяца, еще полгода, а потом уже наших сил не хватит, так что давайте как-нибудь справляйтесь сами, давайте соглашение о прекращении огня или что-нибудь такое. Это все плохие варианты, очень важная функция россиян за рубежом. Мне кажется, как раз сейчас говорить об этом. Здесь тоже такой парадокс, на мой взгляд, сложился. То есть, с одной стороны, в Европе есть христианские ценности, европейские ценности, конвенция и институализация, но с другой стороны, Европа настолько привыкла жить в мире, что сейчас вот эта вот ситуация, она стресс. И поэтому мы видим это, собственно, и потому как страны неохотно включаются именно в милитаризацию, неохотно наращивают бюджеты военные, потому что не хотят погружаться в это. Как ты думаешь, есть здесь угроза для тех европейских ценностей, которые сложились после Второй мировой войны? Что будет с европейскими институтами? Какие риски для них есть? Я думаю, что, во-первых, есть большой риск формирования того, что американские аналитики давно называют осью зла. Представим себе такую гипотетическую ситуацию, когда Россия продолжает атаковать Украину, а Иран, который очень близок к тому, чтобы обзавестись ядерным оружием, тогда обогащение урана идет, теперь Россия еще активно в этом помогает, Иран, у которого в докторине Израиль, это враг номер один, значит, нападает на Израиль, Китай отвоевывает Тайвань, как он это давно планирует, и, например, Северная Корея решает воссоединиться с Южной путем, значит, атаки с севера на юг. Едва ли, едва ли вот в данный момент Штаты и Европа, и их союзники в разных частях мира к такому сценарию готовы. Он вполне реален. Мирный дивиденд – это вот время между окончанием Второй мировой войны и, по сути дела, 2022 годом, когда военные расходы у большинства стран постепенно снижались в процентах ВВП, и это позволило и увеличить расходы на здравоохранение, и вложиться в инфраструктуру, и так далее, и так далее. Весь этот период благоденствия, когда военные расходы снизились в разы, там где-то в 6-8 раз, конечно, это замечательно, конечно, это дало большой спурт, большой подъем экономики, но сейчас понятно, что это время позади, и хотя ужасно не хочется втягиваться в новый какой-то этап противостояния, наверное, это придется делать. То есть предстоит все равно выход, банальный выход из зоны комфорта, потому что Европа как раз сейчас, я понимаю, что основной стресс – выход за пределы вот этого накопленного багажа мирной жизни, приходится все равно так или иначе участвовать в этом. Это стресс не только для Европы, это стресс и для США, и для вообще всего развитого мира. А каковы угрозы милитаризации всеобщего? Ту картину, которую ты нарисовал, она как раз связана с удерживанием границ. То есть это как раз о такой глобальной, о большой войне, причем войне не стремительной, а затяжной борьбы не за ценности, а за интересы. Вот какова перспектива того, что европейское пространство, ну и собственно все, что связано с большими игроками, как США, Китай, втянется в этот милитаризованный процесс? Я, кстати, не думаю, что это война за интересы, а не за ценности. Как раз ценностная граница тут пролегает очень четко. Если смотреть на исследования Рональда Инглхарта, Кристиана Вельцеля и так далее, вот это всемирное исследование ценностей, европейский социальный барометр, это граница между странами, которые придерживаются традиционных ценностей, и обществами, которые придерживаются постнотиристических ценностей. Это и толерантность, и то, что эти общества допускают разнообразие, и ориентация скорее на, когда материальные проблемы уже решены, скорее на творчество, самовыражение и так далее, и так далее. Эта граница видна. Большой вопрос, где в этой ситуации окажется Южная Америка, где окажется Турция, где окажется страна Персидского залива, где окажется Индия. С одной стороны, есть страны, которые куда-то забежали вперед в плане того, как они сами организованы, и что бы они хотели видеть у других, и общество, которое к этому не готово. А что мы можем сделать для того, чтобы помочь понять, что Россия в общем-то стоит на пути к европейским ценностям? Потому что, мне кажется, что в разговоре о фундаментальных, каких-то базовых интересах, именно ценностных, пропаганда работает с созданием симулякров про традиционные какие-то отличные от европейских ценностей. Как здесь с этим можно работать? Честно говоря, я не очень верю во всесиле пропаганды. Мне кажется, что скорее тут корень в том, что, во-первых, во-первых, за 30 постсоветских лет в России не сложилась конкурентная экономика. То есть государство осталось основным работодателем, либо государственной компанией, либо компанией, связанной с государством. Когда у тебя государство прямо или косвенно основной кормилец, естественно, ты как-то свои взгляды, свои ценности подчиняешь тому, что оно хотело бы от тебя видеть. Не сложилось самостоятельных игроков. Вот то, что в Европе возникло еще в средние века, когда города начали играть такую роль. Городское право, городская самостоятельность и так далее. Не сложилось отдельных, независимых от государства игроков, которые могли бы могли бы отстаивать свои интересы. Это могут быть профессиональные союзы, это могут быть сильные регионы, это могут быть политические партии и так далее, и так далее. Люди были зависимы, и люди остались зависимы. Мне кажется, что это основной момент. И вторая вещь – это то, что у людей, по сути дела, у большинства людей нет какой-то такой автономной, ценностной, автономной этической системы. Что хорошо, что плохо, как правильно поступать, как неправильно поступать. Они в этом готовы довериться кому-то знающему. Кто-то знающий – это тот, у кого есть доступ к телевидению, или это руководитель страны, и так далее, и так далее. И это опять такая советская и постсоветская традиция, когда людей не учили этическому анализу. Религия очень слаба, крайне слаба. И, во-первых, не дает каких-то автономных нормативных идеалов. И, во-вторых, сама Рада подстроится под государство в лице РПЦ. В общем, нету автономных этических систем, опираясь на которые, люди могли бы, люди и группы людей могли бы строить самостоятельную траекторию своего движения. Это вот опять мы возвращаемся к тому, о чем мы говорим на школе. Это общество граждан и общество подданных. То есть это два абсолютно взаимоисключающих вектора развития и отсутствия критического мышления и возможность. Где ты это видел? Я это видел в интернете. И вот это вот как бы такое категориальное бескритическое, оно, конечно, большие проблемы создает. Вторую часть нашего разговора я бы хотела ко второй твоей постаси обратиться как к экономическому обозревателю. Потому что мы видим, что большие проблемы в России из-за того, что сильное государство не дает возможности развиваться человеку. Но насколько это государство может быть еще сильным? Вот та милитаризация экономики, которая сейчас происходит, насколько она эффективна? Есть ли шанс, что милитаризация экономики ослабит российское государство? Но тут вопрос, в каком смысле ослабит? Вообще санкции работают по двум направлениям. Во-первых, они ограничивают возможность России получать деньги. Мы видим, что в этом отношении санкции работают не слишком хорошо, потому что те сырьевые товары, которые Россия производит, они мировому рынку нужны. Их невозможно с мирового рынка убрать так, чтобы при этом не произошло большого роста цен. Соответственно, если нельзя нефть продавать в Европу, покупателям нефти охотно становится Индия, охотно становится Турция. газ будет дальше перенаправляться в Китай, просто это требует больше времени построить новые газопроводы и так далее. Убрать полностью с мирового рынка другие сырьевые товары, типа уголь, никель, не говоря уже о редкоземельных металлах, это все сложно очень сделать, сложно заменить, потому что рынки все время находятся в балансе. Вторая часть санкций более важная, которая затрагивает то, чтобы в Россию не поступали технологические товары, чтобы не поступали комплектующие, оборудование, электроника, которая используется для производства вооружений. В этой части санкции работают намного лучше, хотя, во-первых, сейчас мы видим, что есть некоторое количество европейских фирм, которые совершенно, несмотря ни на что, продолжают спокойно поставлять в Россию электронику. Совсем недавно об этом расследовании у важных историй появилось. И, во-вторых, довольно мощным является поток, по которому примерно те же самые товары направляются в Россию через третьи страны. Через Турцию, через Казахстан, через Армению, через Индию, через Китай и так далее. Сейчас Штаты Европы пытаются это все дело остановить путем вторичных санкций. Насколько это получится, вопрос. Теперь про милитаризацию. Пока она заключается в основном в том, что, во-первых, все больше доля бюджетных расходов направляется на финансирование производства вооружений, на выплаты военнослужащим и так далее. И, во-вторых, через то, что вот эти предприятия ВПК, которые сейчас завалены заказами, работают уже не в одну смену, а в три, предъявляют гигантский спрос на рабочую силу, у всех, у каждого крупного предприятия ВПК сейчас по нескольку тысячи вакансий, они задирают зарплаты, все равно не могут найти людей и так далее, и так далее. Это большая проблема. Они перегружены заказами, работают круглосуточно, и понятно, что на самом деле экономики прок от этого никакого, но заводы работают, зарплаты людям выплачиваются, так что пока эта машинка вполне может таким образом действовать. А санкциями, в принципе, невозможно убить большую экономику, в общем, даже маленькую невозможно убить. Можно сделать ее беднее, тот же самый Иран, сколько находится под санкциями, или Северная Корея. Конечно, они лишаются важных технологий, они лишаются возможности покупать товары, которые у них легко были бы, но вот на этом более низком уровне экономика как-то приспосабливается и вполне себе функционирует. Более того, они же еще и адаптируются, то есть это такая школа жизни, как Иран, которую мы сейчас вам расскажем, как нужно приспосабливаться к санкциям, потому что мы уже много лет этим занимаемся. То есть это тоже такая большая трагедия, что это просто медленная адаптация. И вообще создается ощущение, что Россия такая достаточно бездонная в этом плане страна, потому что огромное количество людей со сверхдоходами и сейчас есть такое уже раскулачивание и эти деньги просто как бы из воздуха обратно появляются. То есть что с этим делать совершенно непонятно. В таком режиме страна может существовать достаточно долго. Еще один железный занавес, еще один запрет в какой-то более мягкой форме. Пожалуйста, вы можете ездить в Эмираты, пожалуйста, Грузия открыта, пожалуйста, туризм в Китай и так далее. Запрет на поставку потребительских товаров импорта европейского и американского, но как-то он обходится через те же самые страны, посредники. И вот такое приспособление. Причем интересно, что рыночная экономика, она здесь такой, как антагонист выступает, потому что рынок, он действует по своим правилам. И зачастую ценности там не сильно учитываются. И, например, государства европейские не в силах приказать частному бизнесу не делать какие-то вещи, которые выгодны ему. То есть здесь тоже, наверное, такая этическая проблема, как остановить товарооборот. То есть почему какое-то предприятие, которое много лет имело рынок на территории России, почему вдруг они должны во имя общей цели останавливать свою прибыль? Ну конкретно те группы товаров, на которые наложены санкции, это все-таки общее обязательное для европейских компаний характер имеет. То есть те, кто в нарушении санкций продолжают поставлять в Россию электронику и так далее, это прямые нарушители. А что касается потребительского импорта, ну конечно это сложно остановить. Ну и причем вот это расследование, о котором ты говоришь, важных историй, это тоже показывает, что даже европейцы, даже те, кто ведут довольно истребиную внешнюю политику, мы видели в этом расследовании Литву, мы видели Эстонию, они не особо хотят жертвовать привычным достатком, потому что мы понимаем, почему это происходит. То есть вот это очень такой же такой... И главное, что они очень боятся, что в какой-то момент это все распространится и на Китае, потому что торговля с Китаем она неизмерима по масштабам с торговлей с Россией, а если представить, что отношения с Китаем зашли в такой же тупик, это действительно для мировой экономики кошмар. Санкции все-таки персональные, они же касаются в основном либо чиновников, либо руководителей силовых структур, либо руководителей бизнеса. Это как раз рядовой россиянин охотно поддержит, потому что это люди, которые намного богаче, которые стали богатыми несправедливым образом, обворовали тот же самый народ. Это можно поддержать легко, а вот то, что конкретно нам придется жить по правилам, которые не нами придуманы, это да. А насколько санкции мешают, вот этого рода санкции против физических лиц, насколько они мешают тем, кто находится в эмиграции, потому что очень много вот этих институциональных решений, когда люди не могут открыть счета, люди не могут получить документы. То есть как вот это вот... Мне кажется, это были проблемы буквально первых месяцев с начала войны прошлого года, может быть, март-апрель, ма еще частично. Дальше как-то все утряслось. То, что мировые платежные системы не работают с Россией, ни с банковскими счетами, ни с картами, которые имитированы в России, ну как-то все эту проблему решили. у кого-то есть счета в Европе, кто-то открыл счета в тех странах, в которых они оказались. В целом я не вижу, чтобы это было какой-то большой проблемой. Цель интеллектуальных площадок за рубежом сейчас, как мы с тобой обсудили, в том числе обращаться к европейским и американским партнерам, рассказывая о том, как все происходит и объясняя некоторые причинно-следственные связи, потому что они действительно для многих людей неочевидны, потому что функционирование российского общества происходит со своей спецификой. А можем ли мы обращаться к российскому обществу? Насколько вот этот моральный, а главное целесообразный сейчас пытаться адресовать что-то внутри России? Что с этим делать? Обращаться-то мы можем, конечно, но будет ли от этого прог? Вот в чем я не уверен. И с одной стороны можно взаимодействовать не только с европейскими обществами. Посмотрите на ситуацию в Грузии, где мы сейчас находимся. Российский опыт оказался безумно востребован здесь в последний месяц, потому что стало понятно, что Грузия буквально импортирует из России автократию. Это и гонение на оппозицию, и гонение на оппозиционно-полистические партии, гонение на НКО, гонение на тех, кто отстаивает нетрадиционные ценности. Законопроект, который был заблокирован против иностранных агентов, который ставил под удар практически все грузинское гражданское общество, а здесь неправительственные организации намного более сильны в сравнительном отношении, нежели Россия. Они тут играют очень большую роль и в критике политического режима, и в показывании экономических механизмов, функционировании власти и так далее. Соответственно, мы видели, как это удушение по частям, постепенное, капли за каплей, проходило в России. Сейчас грузинские власти пытаются делать что-то подобное, и этот опыт оказался очень востребован. А что касается разговора с Россией, мне кажется, во-первых, на нас лежит обязанность, долг понимать, что в России очень много людей осталось, которые являются противниками войны, противниками путинской диктатуры, они ощущают себя примерно так же, как ощущали антифашисты в Третьем Рейхе, когда ты не можешь ни на работе, ни с соседями, ни в ресторане, ни в метро открыто проявлять себя, не можешь читать телеграм-каналы, много уже случаев доноса и ареста за то, что человек что-то служил в метро или что-то кому-то сказал не так за столиком в ресторане это услышали соседи. Это реальное ощущение примерно как антифашисты в Третьем Рейхе. С ними, конечно, мы можем и, конечно, должны разговаривать. Это очень важно, чтобы вот эта ниточка существовала, чтобы они понимали, что это не они сошли с ума, а тот мир, в котором они находятся, сошел с ума. Что касается разговора с сторонниками войны и сторонниками путинской диктатуры, но я не знаю, насколько он сейчас возможен с обеих сторон, насколько они готовы что-то слушать и насколько мы готовы разговаривать с теми, кого считаем людоедами. Ты упомянул Грузию, здесь, конечно, сейчас действительно ярчайший пример, как происходит на фоне Украины мягкая экспансия и мы понимаем, что битва уже идет за не только население внутри России, но и русскоязычное население в бывших советских республиках, потому что это такое опять собирание земель. Украина оказалась такой огневой точкой, но Грузия и сейчас приехавшие лидеры постсоветских республик на парад 9 мая вселяют опасения, что не все так просто. Как, на твой взгляд, дальше будет распространяться уже может быть мягкая агрессия? Мне кажется, опять же, все будет решаться на фронте, если украинные союзники позволят Кремлю выйти сухим из воды в той или иной форме, через мирное соглашение, через возможность дальше накапливать силы для какого-то нового удара, который может быть где угодно, может быть в северном Казахстане, может быть в Балтийских странах, может быть в Грузии, может быть в Приднестровье, Молдавии и пошли дальше, тогда да, если война будет заканчиваться каким-то другим сценарием, который приведет к росту у элит недовольства Кремлем, каким-то элементом может быть даже гражданской войны в России, это уже другие совершенно сценарии. Ты больше оптимист или пессимист в этом направлении? Ну, я наверное пессимист в том плане, что понимаю, что между смертью Сталина и началом перестройки сколько прошло? 32-33 года. И вот какой-то такой сценарий мягкой постепенной трансформации режима, мне кажется, более реальным, нежели его революционные преобразования или что-то похожее на то, что было в Германии после Второй мировой войны. То есть я скорее думаю, что на смену Путину могут прийти какие-то люди в чем-то выполняющие похожую функцию на функцию Хрущева, Суслова, Брежнева и так далее, которые будут делать российский империализм более мягким, менее агрессивным по отношению к внешнему миру, но я не думаю, что они настолько легко уступят командные высоты, уступят контроль за природной рентой, контроль за населением, контроль за территориями и так далее, и так далее. Будет какая-то серия разменов, в результате которого Россия, да, станет более приемлема для окружающих его стран, по крайней мере я на это надеюсь, но я думаю, что скорее всего элитам удастся удержать контроль.